приветствую сегодня поговорим о том как выбрать инструмент сначала я бы понял какую музыку я слушаю в основном у нас есть два основных деления музыки это музыка инструментальная и музыка вокальная далее смотрите по жанрам классическая музыка популярная эстрадная рок-музыка тяжелый металл джаз вот все что вам нравится блюз то вот сконцентрируйтесь на этом жанре и подумайте что вам дальше хочется с этим делать хочется ли вам играть эту музыку но обычно как бы все приходят только лишь с этим чтобы научиться играть конкретную музыку далее я бы пошел по пути поиска преподавателям преподавателя именно в вашем жанре который вы предпочитаете допустим вот вы в таком-то городе вам нужно найти преподавателя вы находите доску объявлений смотрите преподавателя смотрите что он с опытом смотрите что у него уже есть какие-то результаты может быть он просто опытный результатов пока не видно достаточно просто убедиться в том что он умеет играть и не только лишь что-то одно а что-то ну хотя бы несколько примеров может привести вот вы нашли преподавателям он опытный он возможно даже образованный что будет даже лучше после этого с ним можно обсудить вопрос как выбрать инструмент заранее ему об этом скажите что инструмента у вас нет и вы хотите чтобы он вам помог в этом то есть преподаватель скорее всего выберет конкретно что весь урок будет потрачен на то чтобы выбрать инструмент ну или хотя бы что дальше делать с музыкой как дальше двигаться какие-то задания выдаст в общем предупредите обязательно что у вас инструмента нет далее обговорив это с преподавателем уже двигайтесь по этому пути самостоятельно с ним тут уже вам нет смысла меня слушать далее если вы не можете постоянно посещать преподавателя можете уделить всего лишь два занятия с ним то есть по разным причинам это может быть либо неудобный район либо просто денежка не позволяет оплачивать даже если вы дистанционно занимаетесь вы можете ему сразу же это объявить что так и так я не могу посещать постоянно занятия могли бы вы мне вкратце объяснить всю соль ну и институт с инструментом помочь определиться вот это мне кажется будет вполне хороший разговор и большинстве случаев я думаю можно найти прийти к результату вместе с этим преподавателем далее если у вас вообще не кому обратиться конечно я сомневаюсь что такие места существуют если вы меня видите значит у вас возможность то есть кем-то что-то разузнать то тут уже нужно двигаться конечно же самостоятельно и приобретать инструмент вот просто так пойдя в магазин или купив его где-то в интернете ни в коем случае не стоит сначала посмотрите множество информации посмотрите блогеров посмотрите текстовые какие-то статьи о том как выбирать инструмент какие гитары есть потому что это же вам потом поможет только так вы найдете то что ищите а так вы возьмете себе кота в мешке надеюсь вы меня поняли после того когда вы наберете всякой информации вам уже будет проще конечно я вас сейчас не отсылаю сразу же смотреть это все вы можете остаться и дослушать то что я вкратце вам расскажу как можно с моей стороны выбрать инструмент вкратце и так для начала нужно разобраться вообще какие есть виды инструментов в основном есть деление на три вида это классическая гитара давайте посмотрим это такой вот инструмент в основном он обычно цвета натурального дерева покрашен лаком имеет струны как будто бы лески натянуты рыболовные да по первым трем струнам вот надеюсь что вам видно надеюсь что он понятно что это классическая гитара далее второй вид это гитары эстрадные их называют чаще всего акустические гитары у них всегда металлические струны у них есть конструктивное отличие это еще касается головы грифы чаще всего она сплошная как-то вот так она выглядит вот я надеюсь что вам это чуть-чуть понятно и третий вид гитар это гитары электро вот это совершенно плоское дело по большей части но бывают баночки бывают полная как акустическая гитара но у них обязательно есть вот такие вот звукосниматели и всякие крутилки в большом количестве рычажки и прочее далее есть еще конечно же другие инструменты такие как бас-гитара укулеле и прочее они тоже относятся к гитарам показать я их не могу поэтому думаю вы и сами все увидите я думаю то что вы ищите что-то вроде именно трех между этими тремя инструментами поэтому разберетесь далее вот имея вот эти инструменты да во внимание отталкивайтесь опять таки от той музыки которую вы слушаете я это уже сказал поэтому только лишь так выбирать себе инструмент после этого после того как вы разобрались что есть в нашем мире какие есть гитары я имею ввиду когда вы начитаете с информации достаточно вы сами это поймете идите в ближайший музыкальный магазин в первый сходите поговорите с консультантами поговорите с продавцами поговорите с рядом стоящими музыкантами если у вас есть знакомый музыкант возьмите его с собой если он вдруг и он может посвятить время чтобы помочь вам определиться сходите вместе с ним посмотрите все инструменты пообщайтесь продавцами консультантами но скажите что вы пока что еще не определились что вы хотите вы ищите что есть вообще смотрите обозреваете так сказать выбрав что-то приметьте и сходите в другой магазин если он есть именно вашем городе сходите во второй в третий в четвертый если есть такая возможность время позволяет территориально вам это достичь посмотрите что есть в округе обычно варианты всегда есть просто мы их не всегда видим осмотревшись поняв что есть в этом поняв сколько стоит инструмент после этого можно уже что-то предпринимать и да по поводу выбора конкретно инструмента давайте тоже поговорим на что стоит обратить внимание при покупке в первую очередь стоит обратить внимание на то какой цены этот инструмент я не люблю покупать то есть как сказать я не люблю гитары с маркетплейсов по большей части в настоящее время приходит дешевая до дешевая что люди очень сильно подкупает очень низкого качества инструмента приходит с ними работать заниматься творить ну совсем не хочется если покупать такие инструменты то только лишь от слишком низкой возможности покупки на чего-то тогда это возможно либо ну просто ради прикола ради забавы потому что в других случаях я бы стал выбирать инструменты вот где-то ладно давайте суммы не буду конкретно называть в общем низкие цены они обычно всегда пока что на marketplace ах бывает еще в музыкальных магазинах слишком дешевая гитара но там уже с консультантом я думаю разберетесь он всегда скажет что да как почему такая цена и прочее в marketplace ах никто ничего не скажет обычно комментарии тоже обычно не помогают по поводу максимальной цены я бы предпочитал не стоит брать самую высокую цену такую прям по жирную в районе среднего смартфона да там в настоящее время около 25000 вот мне кажется это потолок до которого стоит дойти в ценовом диапазоне чтобы выбрать себе инструмент если вы будете брать что-то выше то может быть вы не поймете фишки тут есть просто некоторая особенность но мы сейчас с вами не поговорим в общем не стоит брать слишком дорогие инструменты и далее я рассказываю почему потому что у них есть особенности хранения вот у нас есть такой показатель как влажность в помещении и те регионы нашей страны и да и другие вообще регионы другие места где есть отопление централизованное где постоянно тепло на постоянно шпарит батарея то там постоянно есть пониженная влажность это очень важный показатель для инструмента если влажность ниже 40 процентов то инструмент начинает высыхать в прямом смысле это негативно сказывается на дорогостоящих инструментах и поэтому это нужно учитывать заранее я бы на первых порах приобретал бы себе инструмент из фанеры по большей части в этом нет ничего такого плохого гитары из фанеры они наиболее долговечные я бы сказал и менее придирчивы к условиям содержания они конечно тоже усыхают у них тоже есть какие-то риски но они намного меньше если вы покупаете инструмент из массива обычно это говорит о том что верхняя дека как минимум она сделана из полноценного куска дерева то есть он не не из фанерки то обычно такие вещи начинают просто трескаться при низком при низкой влажности и это неприятно как минимум да и продать вы потом если захотите этот инструмент не сможете нормально вам придется хорошенько так урезать цену отдавать ее мастеру платить хорошую денежку поэтому не покупайте сразу же инструменты из массива покупайте не обольщайтесь так сказать на это покупайте инструменты из фанеры в этом будет прок что еще смотрите на то как сделана гитара обращайте внимание на мелкие детали при акустических инструментах таких как классика или эстрадная гитара обращайте внимание на то как сделано покрытие инструмента да то бишь насколько хорошо сделал лак насколько оно красивое насколько везде аккуратно и нету каких-то сколов царапин может быть просто где-то лаком не докрасили нет 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 это не до покрыли обращайте на это внимание смотрите чтобы это было приятно сначала на вид потом смотрите на на то царапает ли лады вот эти металлические порожки руку то есть они должны быть максимально приятны при контакте далее смотрите внутрь гитары что в ней происходит все ли там хорошо склеено нету ли там каких-то потеков сильных этого самого клея нету ли каких-то трещин каких-то отломанных кусочков обычно все должно быть на своих местах и вот конструкция сразу заметно ее принцип и все должно быть на своих местах все должно быть одинаково практически вот на это можно было бы обратить внимание также смотрите на том если у гитары чехол в комплекте то есть это нужно узнавать у консультанта у продавца спрашиваете если чехол если вы живете в теплом климате то покупайте летний чехол то есть если в нем в комплекте с гитарой будет идти теплый летний чехол тоненький такой то это хорошо но если вы живете на севере если вы живете в холодных местах с пониженным с пониженной температуры обязательно приобретайте теплый чехол во-первых он защитит от ударов если вы подскользнетесь на льду минимально уже спасет а если вы даже стоите хорошо на ногах то просто от сильных перепадов температуры это тоже спасет то есть для гитары если резкий перепад происходит то она очень плохо на это реагирует поэтому покупайте теплый чехол он вас спасет и пожалуй это все что я хотел сказать по поводу выбора гитары если вам что-то еще интересно пишите в комментариях я обязательно на них отвечу так я был рад с вами повидаться произошел очень большой конечно перерыв посмотрим что дальше будет пока никаких целей не загадываю до скорых встреч а 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok